еще раз добрый вечер дорогой друг это все тот же вечер но я вы его наверное увидеть где-то выходные поэтому давайте мы сейчас немножко сейчас коснемся чудесной нашей темы уже более полезно чем прошлый ролик мы сейчас коснемся темы все-таки английского языка вообще нужен ли он или не нужен я постоянно пытаюсь вам объяснить кое-что поехали что я пытаюсь вам постоянно объяснить то что без языка вы там не нужны вы никому не нужны тонны тонны сообщений ко мне приходит о том что братан помоги мне мне нужно ну там посчитай как бы мои шансы в канаду там вот я там электрик кто-то я там я там чуть был один чувак даже писал что он помощник депутата государственной думы и он хочет уехать вот как бы не буду фишу из кто это твой там с карьерой проблем будут вот я просто вот как бы постоянно пишут причем пишут я уже рад то что люди начали писать в группу они в ко мне в личку потому что тем кто пишет мне в личку я говорю ребят переходите в группу и пишите в группу люди постоянно пишут я их прекрасно понимаю они пытаются посчитать свои шансы они пытаются обратиться к человеку который хотя бы что-то знает в этой всей темы теме вот поэтому и единственный вопрос который первым я задаю всегда это вопрос о том какой у тебя уровень английского и знаете что самое интересное в 99 процентов случае мне люди говорят меня хороший английский у меня отлично английский и вообще все хорошо и и вообще все супер но самое интересное что они не сдавали ielts они не знают что такое с некоторые даже не знают где его сдать и тому подобное и это очень глупо да я считаю что это очень глупо потому потому что как бы ты должен в любом случае как да у меня был чувак который мне написал ой блин в пакин счет нету приехали родственники в общем короче это не родственники были забить хер неважно в общем короче какая ситуация люди пытаются короче уехать в канаду люди пытаются узнать как туда уехать люди пытаются постоянным хишут мне о том что надо ехать в канаду они хотят у них есть огромное желание но они не могут просто узнать что такое else это глупо да с другой стороны мне сложно об этом говорить потому что я илс не сдавал я немножко в другой стезе пошел но то стеза в которой я пошел она была более дорогая и она не каждый сможет это сделать потому что я потратил дыхающий денег просто чтобы обойти the tiles как обойти от тайлс я надеюсь я сегодня чуть-чуть сейчас попозже об этом расскажу в общем в двух словах что я хочу объяснить подписчикам язык надо знать надо его знать более-менее хорошо минимум разговорный понять то есть ты должен минимум разговаривать с англоязычным не с тем человеком который тоже учил английский именно с англоязычным у кого это носитель языка и ты его должен понимать если у тебя нет такого уровня английского языка тебе в канаде пока делать нечего учи английский иди на всякие курсы заканчивай школу там по английского языка там не знаю закончить институт им я с какой-нибудь еще что-то просто практикую учи английский делай английский свой и пожалуйста глупые вопросы типа что такое айлса где его сдавать давайте мы закончим на этом всем потому что но это реально я я просто поражен просто поражен безграмотностью людей по отношению к себе потому что человек хочет уехать в канаду но он даже просто не способен узнать что такое лс он просто не хочет это загуглить он хочет написать мне и спросить у меня это очень глупо я не считаю себя гуглом то есть есть поисковик который реально на какие-то самые простейшие вопросы вам ответит зачем задавать мне если вам надо оценить ситуацию свою там то есть работу свою то есть как ты считаешь вот эта работа будет ли там востребована тому подобное до вопросов нет я могу это сделать при условии что как бы вы сами это можете сделать потому что любой человек спокойно может зайти перевести свою работу на свою профессию на английский язык и зайти на сайт какого-нибудь типа монстр . когда это типа нашего хэдхантера и посмотреть требуются такие люди там или нет но почему-то это никто не делает люди об этом не париться они не смотрят прошлые ролики они смотрят мои рассказы как найти работу в канаде они просто посмотрели один ролик я даже уверен какой они посмотрели они посмотрели про атлантическую программу и после этого долбит мне в личку глупые вопросы я стараюсь отвечать я пытаюсь их перенаправляю в группу я прошу чтобы люди читали всякие статьи у которой мы там выкладываем мы не только там всяких аха выкладываем но мы там реально выкладываем нужные действительно полезные статьи редко конечно выкладываем я подправляю их смотреть у меня даже есть факю ну этот типа не факю типа не иди нахуй а факю в плане типа гайда да у меня есть ролик и тема ролика то есть я реально выложил там 60 ну а не спичу не 60 ни хера 40 40 роликов по тематикам то есть там как найти работу как найти как найти там там себе квартиру в канаде как иммигрировать так как иммигрировать от меня есть это то есть в группе вконтакте есть прям перечень список огромный и все равно люди это ничего не смотрят они лучше лучше взять и написать вани пускай вани с этим разбирается зачем зачем мне это нужно я прекрасно понимаю что я пишу ролики и стараюсь я пишу ролики там раз в неделю два раза неделю херачу ролики стараюсь чтобы люди это смотрели не у них меньше было вопросов но но им абсолютно похуй, они просто долбят и все, в личку. И, блядь, я скоро так личку закрою. Просто я не могу закрывать личку, потому что мне иногда пишут люди по работе. А если я закрою личку, люди по работе не смогут со мной связаться, это очень глупо. В общем, короче, это, ладно, это я уже, извините, это я уже ушел в дебри. Возвращаемся к английскому языку. Блядь, зайди в Google, найди что-то такое IELTS, почитай, найди себе курсы, пройди курсы, сдай IELTS и после этого пиши мне, и я тебе помогу. Реально, тем людям, которые, вот, вот я сейчас обещаю, тем людям, которые сдали IELTS, у которых уже тест на руках, то я готов. Матвей, нет, рано. Отлично, супер, сейчас буду. Так вот, тем людям, которые уже сдали IELTS, у которых IELTS на руках, уже сертификат минимум 5 баллов, я обещаю помочь. Можете писать именно вот те, у кого есть IELTS, можете писать мне в личку. Мы с вами, я с вами, как смогу, так помогу. Тем людям, у кого нет IELTS, которые не понимают, что такое IELTS, которые не понимают, что такое Канада, не понимают, что такое миграция, в Канаду, пишите мне в группу ВКонтакте читайте там, я буду по мере возможности отвечать, в любом случае я постараюсь помочь всем, ну просто сама ситуация меня поражает ладно, ребят, это очень долгий будет нудный ролик и он неинтересный и наверное он не хайповый но просто надо было, так сказать, излить душу, в общем, короче, как-то так, ребятки, до скорых встреч спасибо, что вы есть на канале подписывайтесь, кстати, у меня еще телеграм есть ссылка в описании, до скорых встреч